И переходим на Хайсенс арену, где все более интересно, чем было на Родлевер арене. Там Янг Сунлу против Давида Налбандяна. Итак, 1-0. Во втором сете ведет Давид Налбандиан после того, как взял гейм на своей подаче и сейчас сражается на подаче представителя Тайваня. Ничего себе, молодой и задорный. Ну, кстати, Лута не такой уж и молодой, 25 лет, Налбандян еще постарше, естественно, на два с лишним года. Ну и, кстати, что интересно, обычно в матчах вот таких редко были очные встречи до этого. Но вот у Налбандяна с Лу была одна очная встреча в Бикини, на турнире в Бикини в 2004 году. Тогда Налбандян победил с большим трудом 6-7, 6-4, 6-4. На Австралии Нопен Лу уже выходил во второй круг и было это в 2007 году. А уж в парном разряде даже и в третьей, но это не считается. Олбандян ошибся и при счете 1-1 теперь на его подаче 0-15. Олбандян ошибся и при счете 1-10. А, шт find он. А, штучки? Мы видим, что Лу совсем не боится Нолбандяна, совсем не боится тенниса Вот такого, который Нолбандян умеет показывать Сам не прочь ударить сразу на вылет Правда сейчас ошибся, 30-15 на подаче на Давида Кто же такой этот Лу? В третий круг на турнирах Большого Шлема ни разу не выходил То есть пока он продолжает свой рекорд Такой мини-рекорд, второй круг В этом году уже в официальных матчах играл Но, скажем так, полуофициальных турнир Кубок Хопмана не относится к официальным турнирам Но там Лу проиграл обе своих встречи После этого Лу играл уже точно в официальном матче на турнире в Окленде И чуть больше, чем неделю назад он уступил Николасу Альмагра Вот полуфинал был бы неплох, как, например, на Юйс Опен у него было Как у него на Умблдоне, на Ралангерос было А, выходил он здесь один раз полуфинал в 2006 году И три раза в четвертьфинал Конечно же, карьера Налбандиана была на взлете где-то года три назад Может быть еще, скажем так, два с половиной А вот сейчас уже от Налбандиана подобные выходки Полуфинал, четвертьфинал будут неожиданными И уже сразу в первом же круге у аргентинца возникли проблемы В матче с Марком Жекелем Лишь четыре сета А не три Да еще и все они были очень упорными Несмотря даже на счет 6-1, 6-2 и 6-3 С которым выиграл Налбандиан эти три партии своих победных Но все-таки матч был упорным И тяжелым для аргентинца Знаем, что когда Налбандиан в форме Он может творить чудеса Доказал это конец 2007 года Когда Налбандиан выносил всех и все на харде Роджера Федерера дважды подряд на мастерсах Обыгрывал Надаля Джоковича, кого угодно Кто выходил против него, того и обыгрывал Вот так бывает, когда Давид Налбандиан набирает отличную форму Но сейчас, естественно Десятый Сейный не в своей лучшей форме Сейчас у Луна подача счет 40-0 И Налбандиан опять ошибается По два во второй партии Да еще и при том, что первая осталась за тайваньцем Зак восьмой Австралии Но подача для Давида Налбандиана Начинается так тяжело Если закончится этот матч в пользу Йенг Сун Лу Что это для Налбандиана будет совсем уж трагично То, конечно же, это будет победа Главная победа в карьере тайваньца Таких у него еще не было Ну и даже несмотря на то, что Налбандиан не находится в своей лучшей форме Все равно он продолжает Скажем так По инерции побеждать иногда И на прошлой неделе Давид Налбандиан выиграл титул в Сиднее Здесь недалеко от Мильбурна По ходу победив, между прочим, очень неуступчивых, сильных соперников В том числе и Решара Гаске в полуфинале Ну и, наконец, в финале Ярко-Ниеменина Давид Налбандиан, естественно, после этой победы Один из лидеров чемпионской гонки Но это ничего не значит на турнире Большого Шлема Здесь у него уже сразу сходу Такие проблемы, что не позавидуешь Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот с подачами, кстати, у Иулу и у Нолбандяна сегодня как-то неважно дела обстоят, хотя Нолбандяна выигрывает почти все, что подает первым мячом, но уж подает он только в половине случаев, так же как и Лу. Ну и подача Лу откровенно слабая для матча с Нолбандианом. Спокойно давить Нолбандян все подачи Лу принимает под заднюю линию, потом он может уже ошибиться, а вот сама подача для него не загадка и не опасность. Субтитры делал DimaTorzok А вот это уже неплохой розыгрыш. Дальше у Давида Нолбандиана, жалко, что аут и еще пока неизвестно, аут или нет, проверит Нолбандиан, но все удары были уже в самую линию и все-таки немного мяч в ауте. Лу оставляет гейм за собой, теперь подавать будет аргентинец. По три. Ну вот если бы Нолбандиан, представим себе, сейчас попал этим мячом, то представляете, за полторы партии это было бы всего второе активно выигранное очко Давидом Нолбандианом. А так в основном активно выигрывает Лу в этом матче. Вот как сейчас, например, 0.15 на подачу аргентинца. Лу в 15. Лу в 15. Молодец, Давид Нолбандиан. Вот все-таки сейчас засчитаем это активно выигранное очко ему второе в матче. В тяжелой ситуации он находится, его подача, постоянная борьба. И если поверить в эту древнюю мистическую теннисную легенду о том самом седьмом гейме, то потеряя вот сейчас свою подачу Нолбандиан, придется ему совсем тяжело. Но повезло, повезло Давиду, что мяч не опустился на его сторону. 30.15. И эйс. Сразу же тут эйс. Выручила подачу 40.15. Вышел он из тяжелой ситуации. Сразу же с первой подачи Лу атакует. И очень нагло первым номером играет Лу в этом розыгрыше. Но что сотворил у сетки Давид Нолбандиан? Как он быстро побежал. 15 минут. Итак, во второй партии главный вопрос в том, сможет ли кто-то наконец-то приблизиться хотя бы к сопернику в счете на его подаче. Но вот ни у кого не получается. Теперь у Лу. Эйс. Откуда ни возьмись. Эйс. Откуда ни возьмись. Отлично подрезал мяч Давид Нолбандиан. И Лу уже было тяжело ответить на это. 30.15. Да, большие проблемы были у тайваньца. Для того, чтобы ответить на этот удар, атаковать было совсем невозможно. И против выходов Давида Нолбандиана к сетке у Лу есть одно простое средство. Удар в ноги и там уж Нолбандиан не справляется. Вот в который раз уже во второй партии он выходит к сетке и с лета играет либо в аут, либо удобно для Йенг Сун Лу. Сейчас Нолбандиан ушел в тень. В том смысле, что принимает подачу совсем в тени. И попринять ее не смог. Гейм за Лу. 4-4. Марион Бартоли выиграла первую партию матча с Цветаной Перонковой только что. Ну а Марди Фиш близок к тому, чтобы выиграть вторую уже партию у Симона Балелли. Станислас Вавренко подает на матч в матче с Брайденом Кляйном. А Каролин Возняцки 4-3 и ее подача во втором сете матча с Руанна Паскуаль. Вот и все, что сейчас в одиночном разряде здесь на Австралии Нопон происходит. Пожалуй, действительно самое интересное, по крайней мере, единственный матч на данный момент, в котором идет какая-то борьба острая. Это Нолбандиан Лу. Спасибо. Да и то, это борьба такая специфическая довольно, потому что на подаче Нолбандиана в основном выигрывает Нолбандиан борьбы нет, на подаче Лу в основном выигрывает Лу. Получается, борьба только в счете второго сета. Ну вот сейчас завязался такой длительный розыгрыш и все-таки ошибся Лу. 40-0. Танистос Вавренко выиграл матч у Брайдена Кляйна, австралийца. 6-3, 6-4, 6-4. Матч-бол этой встречи. Посмотрим, как только завершится этот гейм. Ну то есть сейчас. 5-4 вышел вперед Давид Нолбандиан. Итак, 4-5. У нас произошла смена комментаторов. Теперь с вами я, комментатор Евроспорт Александр Колливот. Виталий Магранов по-прежнему за режиссерским пультом. Самый у нас стойкий. Он выдерживает огромную нагрузку сегодня. Ну а Лу делает невынужденную ошибку и 0-15. Неплохая стартовая, так скажем, позиция для аргентинского теннисиста. Ну а Лу tierном. Су méth… Ну а Лу拍. Ну а Лу ферри, вы présente. Б Senate. Ах, все-таки Налбандян пропустил Все-таки не выдержал этот розыгрыш Мне казалось, он выжидает Выжидает момент, когда Ну, в общем-то, не очень остро Так, скажем, для Налбандяна Сейчас провел этот розыгрыш соперник И у Налбандяна, мне кажется, был шанс И сейчас это упущенный шанс Перевести этот розыгрыш В более удобное для себя состояние О, 15 Вот это явный срыв Тут явно, конечно, не досчитается Этого розыгрыша Налбандян Ему просто-напросто Вот по всей, как хотите И по стратегии матча И по противостоянию характеров Ему позарез нужен вот этот гейм Этот сет для того, чтобы Уже более-менее спокойно чувствовать Себя в дальнейшей В дальнейшем ходе этой встречи Поэтому понятно На один гейм у Налбандяна больше Но на один розыгрыш в гейме В десятом гейме второго сета Больше у соперника Ой, как здорово сыграл Лу Молодец Блестящая атака Какая классная получилась Комбинация Айда Лу Вот это товарищ Лу Порадовал здесь зрителей Еще раз, смотрите Какой Это уже концовка розыгрыша А вот до этого Фундамент-то где был? Заложен В коротком кроссе слева 40-15 Как для Налбандяна Все хорошо начиналось И как все Ну, не знаю Мне кажется, бездарно закончилось Просто, наверное, подавлен Подавлен вот предыдущими пара розыгрышей Удалась сопернику Ну что, а теперь Почему бы не рискнуть Тайваньскому теннисисту? Почему бы здесь сейчас На фоне вот Под шум волны Как говорят некоторые Попытаться дожать Налбандяна в этом сете Если сделает Лу 2-0 по сетам Ой, то будет очень интересно Ну, сейчас будем переживать Вместе с тайваньским теннисистом Подтвердится его Правота подтверждаются Вторая подача Налбандяна С 15-0 Помните в предыдущем гейме 15-0 0-15 было на подаче тайваньца И вот, смотрите По 15-30-40 Гейм 5 розыгрышей подряд За тайваньским теннисистом Не получилось По 15-ти По 15-ти Неплохо Неплохо Сейчас я вам скажу За эти почти 2 сета Налбандян Пятый раз Вышел к сетке И 4 предыдущих выхода 3 предыдущих Это 4-й Успешный 40-15 40-15 40-15 По 5 Сейчас на подходе К окончанию Маргарет Корт-Арена Женский Одиночный Разряд Каролин Возняцкий Верхини Руана Паскуаль Датско-испанско-теннисистки Завершают встречу Сейчас нам обещали Дать результат Нет, нет, нет Подождите Лу берет попытку На просмотр Не верит он решению Линейных судей Молодец Вот это глаз Вот это чувство Площадки Меча И траектории полета Ну что 40-30 Должен быть счет Нет, Лу пока При своих интересах Держится Сейчас вот неприятный момент Видите Солнышко садится За трибун Такая тень Но на Лабандяну При подаче Это не так страшно На той стороне Правша Спиной к солнцу Вот на этой стороне Конечно неприятно Так Ровно Ровно Это Лу Должен был достать Но он такой Парень-то Легкий Под жарой Казалось Ну еще чуть-чуть И достается Этот укороченный Невольно укороченный Мяч Не было Последнего Знаете Такого броска Что ли На мяч Рывка Больше Ноги-то Ноги-то Ноги-ноги Стоят На прямых ногах Не рассчитал А может быть Да Действительно Вот эта тень Уже вносит Свои Неприятные Коррективы Ровно И вновь ошибка И вновь Невнятная игра Давида Налбандяна Выводит Вперед Соперника Это скрытый Сетбол У тайваньского Теннисиста Может пожалеть Конечно Может С сожалению В дальнейшем Вспоминать Об упущенной Возможности С какими Все-таки Падениями Перепадами Что ли Играет Налбандян Выпадая Серьезно Выпадая Из игры 40-15 Вел в гейме И второй Брейкпоинт У соперника Кстати Кстати У Давида Налбандяна По ходу В этой встрече Ни разу Не было Брейкпоинтов Все Все его Записали В фавориты Этого матча Естественно Он здесь Как бы Будучи Десятым Посеянным Должен Вроде Крошить Соперника Ничего Подобного Ничего Подобного Не просматривается Нашел Все-таки Пробел Ну тут Достаточно Очевидная Была Ситуация В принципе Играть Нужно Было Именно Вот так Как Сейчас Налбандян Сыграл Но сделал Он это Добротно Больше С 40 15 Затянул В такое Болото Этот Гейм Повезло Повезло Днал Бандяну Первая Подача Переигрывается Кто там На вышке Это Паскаль Мария По-моему Француз Ну собственно Здесь Не столько Француз Сколько Электроника Сработала Тут И вот Такая Элементарная Развязка Настолько Плотно Настолько Четко Получается Так держит Тайваньский Теннисист Свою подачу Ну и вот Сейчас В принципе Если приглядеться Приглядеться Так Прислушаться К полету Мяча Что ли К скорости Присмотреться Ничего особенного Эта подача Не представляет Но тем не менее Иногда Вращение Иногда Непредсказуемое Направление Все это В целом Дает Сложности Сопернику По 15 КОНЕЦ КОНЕЦ Поймал Налбандян Поймал Соперника Сейчас На каком-то Временном Потере Ну не ориентации А Тактической Что ли Схемы Расположения Соперника Ну вот Удачно Сыграл Налбандян И удачно Складывается Для Аргентинца Гейм Смотрите 30 15-30 На подаче Лу Неужели Неужели Будет Первый Брейкпоинт Ну-ка Не будет Пока не будет По 30 Вот из этого Квадрата Из первого Квадрата Прием Ну согласитесь Полегче Потому что Здесь нет Этой тени И здесь Как-то ориентироваться На Лубандяну Сейчас будет Более-менее Попроще Более-менее Но подача Коварная подача Как и весь Коварный теннис Этого Тайваньского Спортсмена Обратили внимание Какой укороченный Мяч получился У Лу Именно Столько Сколько Нужно Чтоб Долбандян Достал Этот мяч Но Не смог Перебить Через сетку Вот Коварство Азиатского Тенниса 40-30 Коварство 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 Ровно Срыв 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 Элементарный Срыв Вот так На всякий случай Коробочку Сбил Толбандян Просто надо Куда-то было Всю эту энергию В мяч не получилось В розыгрыше Не получилось Что-то под руку Точнее под ногу Попало Аргентинцу Айдвайденч 5-6 И больше Вновь равновесие И вновь Шанс у Нолбандяна Но это будет Конечно уже Не просто Брейкпоинт Если он Удачно сыграет Этот розыгрыш Это уже Сетбол Но только Надо удачно Сыграть Удачно Удачно Принять Подачу Вот в игре Тайваньского Теннисиста Вроде бы Нет каких-то Заметных Пробелов Везде Все-таки Во всех Компонентах Игры Он такой Ровненький И И Слету Неплохо Играет И подача У него Стабильная Ни одной Двойной Ошибки Пока Так Вот тут Интересная Комбинация Ну Собственно Ничего Особо Интересного Так Достаточно Простенько Но Крученый Подлево С большим Верхним Отскоком Вот тут Поймал Налбандян Соперника И получил Сетбол Первый Брейкпоинт Первый Сетбол Все что Хотите Тут Конечно Давид Налбандян Получил Самый Высокий Шанс Наверное По ходу Всего Второго Сета Но Когда-то Удача Должна Была Улыбнуться Налбандяна Мы С вами Вернулись На матч С участием Давида Налбандяна И Лу Теннисист Тайваньский Теннисист 4-3 Ведет И 40-15 На его Подаче Брейк Да Брейк Сделанный В предыдущем Гейме Вывел Вперед И мы Своевременно Перемещаемся На этот Корт Почему Потому что Здесь уже Запахло Очередным Сетом А по Сетам Напомню 6-4 Лу И 7-5 Налбандян Какой-то шанс Какой-то шанс Появляется У Налбандяна После Некоторого Перерыва Мы С вами Вернулись На этот Корт И Более-менее Комфортная Ситуация Солнышко Ушло Никаких Бликов Нет На Корте Так что Играть Одно Удовольствие Ну теннисисты Чувствуются Что Заводят матч В такое сложное Противоборство Характеров Вроде бы Вроде бы Десятый Сейный Давид Налбандян Может быть Явным фаворитом Этой встречи У него пока Не получается Лидерство Сет первый Проиграл Еле-еле Вытянул Причем Один Всего-навсего Брейкпоинт Один Единственный Брейкпоинт Ну это Был как раз Сетбол у Налбандяна Во втором сете Насколько надежно Представляете За полтора сета Ни разу не было Брейкпоинтов И говорит о Высокой степени Надежности Подачи Тайваньского Теннисиста Вот второй раз Подряд Не выдерживает Не выдерживает Не выдерживает Предложенный Налбандянам Длительный Розыгрыш Причем Налбандян Играет В середину Корта Редко Когда Вот мы Видим с вами Такое Обострение Которое Характерно Для современного Тенниса Переводы Из угла В угол Переводы В сторону Укороченные Мичи Как-то Прямолинейно Несколько Выглядит Игра Упрощенная Игра Налбандяна Но тем Не менее Может быть Подустал Что-то Три По такие Элементарные Ошибки Подряд Ага Фиш Все-таки Итальянца Болели Дожал 6 4 6 1 И 7 5 Марди Фиш Сейчас я вам Скажу Но пока У нас Брейкпоинт Давайте Посмотрим Потом Про Фиши Поговорим По-моему Миллион Всяких Вариантов Сейчас Пронеслось В голове Аргентинского Теннисиста Как играть Диагональ Линию А может быть Свечу Потому что Ситуация С точки зрения Выбора Ответного решения Была Весьма Разнообразна И соперник Стоял Удачно Немножко Отступив От сеточки И И выбор Был И самый Как ни странно Самый-самый Неудачный Выбор Ровно Вторая Вторая Подача Диагональ Если я не ошибаюсь Мелькнула Цифра Да Два часа С лишним А еще Два с половиной Сета Только сыграно Вот Вот пожалуйста Выбор Налбандяна Вот он Пожалуйста Выбор Игра В ноги Один из самых Коварных Контр Приемов Против Сеточника И по Четыре Отыгрывает Гейм Потерянный На своей Подаче Налбандян Сравнивает Счет А кстати У Тайваньского Теннисиста Неплохой Процент реализации Выходов К сетке Из Двадцати Одного Выхода Пятнадцать Выиграл А вообще Сам факт Что двадцать Один раз Идет к сетке По сравнению Вот все Познается В сравнении Двадцать Второй Вот это был Выход Лу А у Налбандяна Тринадцать Вот это Практически Вынужденный Его выход К сетке Поскольку Мяч задел Задел трос И Просто пришлось Ему Идти вперед И пугать Соперника Своим Телодвижением Напугал Получил Пятнадцать Ноль Ведет Тридцать Тридцать Ноль Уж очень много Ошибок И срывов У тайваньского Теннисиста Но мы с вами Не видели Вот тот отрезок До Мы включились Когда счет Четыре-три Стал Был Был Четыре-три Вел Лу Четыре-три Как он Четыре-три Как он Сделал Брейк Если он Так много Срывов В его Игре И так Похоже Что к концовке К восьмому К седьмому К восьмому Гейму Нолбандян Наверное Все-таки Подходы Постепенно Нашел На задней Линии Это Удержание Мяча И Ну как говорят Терпи-терпи Держи мяч В игре Терпи Вот это Получается У Нолбандяна Контраатаки Стали получаться Обводки 40-0 Ведет Нолбандян 6-4 Он выиграл Первый сет 7-5 Напоминаю Второй За Нолбандяном 15-0 15-0 30-0 30-0 30-0 Блестяще Вот это Нолбандян Вот так Надо И так Он умеет Играть И так Может Это его Стиль Такой Мощный Атлетический Стиль Игры Характерный Для Нолбандяна Постепенно Начат Ну где-то Вот в каких-то Игровых Эпизодах Начинает Проявляться В отдельных Сопернику Забыть Ее Сложно Но Нужно Кстати Очень много Невынужденных Ошибок И у того И у другого Теннисиста Гораздо больше Чем активно Сыгранных Розыгрышей Вы помните Как в концовке Второго Сета Нолбандяну Повезло Когда Соперник Выйдя К сетке Не сыграл Вот этот Ну элементарный Удар над головой Умудрился Куда-то вообще Мяч вниз Сетки Направить Вот вторая На мой взгляд Такая вторая Ключевая Ситуация Когда здорово Подвезло Нолбандяну 30-40 Сетбол У аргентинца На второй Подаче На второй На второй Подаче Процент Выгранных Розыгрышей Ну чуть больше 50-ти Вот на второй Подаче Нолбандян Ну надо Строить Игру Не берет Видите Не берет Инициативу Ой какой Рискованный Момент Айдалу Ничего себе Ну мне кажется Восемь из десяти Теннисистов В этой ситуации При таком стечении Обстоятельств Играли по другому Ровно Ровно Сетбол Отыгран Просто Блестяще Впечатляюще Отыгран Я бы попросил Повтор Мне кажется Ну не знаю Сомнительный Мяч А очень Здесь Здесь неважных Тут Всякая мелочь Теперь важна А уж Мелочь Не мелочь А первая Или вторая Подача Это очень важно Нету Нету ответа Резкого ответа Налбандяна Все таки Играет на ошибках Редко Когда вот Знаете Такой Супер В стиле Сампресса Когда Играют На отмыш Из правого угла Но не на отмыш А целенаправленно И четко Направленно По диагонали Но насквозь Прошивая Поверхность Соперника Второй Второй Заработал Налбандян За счет Созданной Им Самим Невынужденной Ошибки Во Я наговорил Вот так Вот играет Налбандян Играет Налбандян В основном Строе Варианты игры На ошибках Соперника Таиш Лу Играет И Налбандян 5-3 Сейчас я вам скажу Как складывалась Эта встреча Тайванец Выиграл 6-4 7-5 Ответил Налбандян 6-4 Вперед 2-1 По сетам Вышел Налбандян Сейчас 5-3 Налбандян На подаче Но брейк Один брейк Больше Имеет Теннисист Тайваньска С Тайваня И Налбандян Творит чудеса Это явно Явные чудеса В исполнении Давида Налбандяна Вот это скорость Вот это рывок 27 лет Давида Налбандяна Да Это тот самый 81-й год рождения Налбандян Кория Уже теперь Более чем 10 лет тому назад В Москве были Всемирные Юношеские игры Если вы помните В 98-м году И вот тогда Два Маленьких Аргентинца Молоденьких Немаленьких Тогда уже были Приехали к нам В гости И выиграли Налбандян И Кория А у девочек Тогда Дементьева Мыскина Данилиду Катя Сысоева Но Катя Уже сейчас Не выступает Ну и Мыскина Собственно Тоже 5-4 В четвертом сете 5-4 Лу Ведет Уналбандяна И первый розыгрыш Не в пользу Подающего Совершенно справедливо Но По траектории Мяч далеко уходил И Так Контроль на всякий случай Обозначил Еще раз Смотрим И Провожает Мяч За пределы Корта По 15 30-15 Да Похоже На пятый Сет 30-15 Линейный судья Мог и не видеть Линию Потому что Теннисист Мог загородить Просто Передвижение Было Такой По траектории Ориентировался Линейный судья И вообще-то Правильно Сориентировался Но я сказал Может был И не видел Оказывается Аут приличный Аут приличный 40-15 Два Сетбола У Лу Лу Так Полное Имя Этого Теннисиста 25 лет Тайваньскому Теннисисту Вы знаете Он еще Ни разу В жизни Он не так много Вообще Больших шлемов Играл Он ни разу На турнирах Большого шлема Не выходил В третий круг Во второй круг Вот мы сейчас Смотрим с вами Игру второго круга Тайваньский Теннисист Уже Пять раз Пять раз Попадал Во второй круг На различных Турнирах Похоже Что переигрывался Первый розыгрыш Что-то там Напутали Судьи И 15-0 Вот сейчас Все встало На свои места Ну что касается Давида Налбандяна Он сейчас Обладатель Десяти титулов Давид Налбандян 27 лет Творческий Рассвет Сил Одиннадцатый В рейтинге Хотя был И Гораздо Выше Стоял Здесь На австралийском Чемпионате Налбандян Полуфиналист 2006 Года Четвертьфиналист В 2003 В 2004 И в 2005 Три раза Был Четвертьфиналист 30 30 15 Дают Да 30 15 Получился Прием Видите Какой Неожиданный И острый И хотя С запасом Просто так Мяч просвистел Что На всякий случай Я сделал паузу Чтобы убедиться В этом Окончательно Вот Кстати говоря Я Не помню Точно Какой Высший Рейтинг Налбандяна Но Первой Ракеткой Он вряд ли Был А вот Последние 7-8 лет Налбандян Неизменно В десятке Единственное Ну не провал А как бы Подвинули его Из десятки По результатам Прошлого года До этого 8 лет был Неизменный Представитель Элиты Мирового Тенниса И вот Такой Соперник Ему Попался Вот Такой Неуступчивый Теннисист Такой Цепкий Теннисист Были Моменты Когда В общем Находил Подход К сопернику Налбандян Причем В очень Таких Я бы сказал Уж очень Простых Вариантах Игры В основном Действуя На удержание Мяча В игре И в ожидании Ошибки Соперника Кстати Ошибки Я вам сейчас Точно скажу 52 Невынужденные Ошибки Теннисиста С острова Тайвань 52 Запомните И 29 Почти В половину Меньше У Налбандяна На этом Строить игру Конечно В принципе Можно Но Видите Пришлось Дотянуть До пятого До решающего Сета Не то Не то Не то Второй Брейкпоинт В стартовом Гейме Решающего Сета Такого Вот Ожидаемого Преимущества Стороны Налбандяна Все-таки Не ощущается Идет Трудный Трудный Такой Процесс Выдавливания Невынужденной Ошибки Из соперника Трудный Процесс Самому Не сделать Эту ошибку Вот Пожалуйста Ну Как Не понять Здесь Налбандяна Все Вроде бы Гейм Складывался Успешно Нормально Кстати Может быть Это еще Последствия Четвертого Сета Когда у Налбандяна Были возможности Там В четвертом Сете Он 2-1 По сетам Вел И завершить Игру 1-0 1-0 Повел Тайваньский Теннисист Может быть Вы Помните По протоколам По результатам Кубок Хопмана Сафина И Сафин Играли с Тайванем В матч В подгруппе И вот Марат играл По-моему С Лу Но тогда Лу В розыгрыше Кубка Хопмана Сыграл Только 2 игры С 3 игры Он снялся Потому что Он получил травму Кстати Получил травму Может быть И знаете Рецидивы Какие-то присутствуют Поэтому Тоже Последим за этим Повнимательнее Будем смотреть Восьмой На всякий случай Эйс Восьмой Опять же Для сравнения У Налбандяна 3 У Налбандяна 5 невынужденных Ошибок Больше Чем Эйсов А у Его соперника Лишь 2 срыва На подаче 30-0 30-0 Вот такой Шлейф Проблемный Тянется По-прежнему За Налбандяном 30-0 40-0 Тем временем Куницын Турсунов Дожали Соперников В двух сетах Они выиграли Стартовый матч Парного Разряда 40-15 А вот еще Возвращаясь К парному Разряду Агнеш Савай И Елена Веснина 4-2 Ведут В решающем Сете И 15-30 На подаче Соперниц Одна Представляет Китай Вторая Представляет Тайвань С труднопроизносимыми А тем более Запоминаемыми Фамилиями Даже если я вам Что-нибудь скажу Вряд ли Кого-то Отложится А вот Лу Которого Легко Произносить Йенсун Лу 2-0 2-0 В решающем Сете Ведет У Давида Налбандяна Нет Если конечно Налбандян Не перейдет На более Высокие Скорости В розыгрыше И более Мощный Теннис В котором Он должен Иметь Преимущество И теоретически И практически Просто Он никак Не может Я не знаю Рискнуть Наладить Может быть Вряд ли Не хочет Не может Скорей Вот это Его Тактика Затяжных Розыгрышей Вряд ли Ему Чего В дальнейшем Вряд ли Поможет Разыгрался Тайванец Разыгрался 0-15 0-15 Между прочим Неудачница Одиночного Разряда Я имею ввиду Веснину Одиночного Ну да В паре На этом турнире Агнеш Савай Она тоже Проиграла Савай 23 Сеялась Проиграла Одиночку В первом круге Проиграла Нашей Экс-россиянке Галине Воскобоевой Так вот Воскобоевой Сегодня прошла В третий круг Она Карин Кнап Переиграла 6-4 6-1 С чем мы ее И поздравляем Сейчас выступает За Казахстан 30-15 И Первая подача Переигрывается Пауза Пауза Будет брать Повтор Или все-таки Налбандян Уверен в том Что Ну не то что Уверен Смирился С тем что Мяч ушел Так наверное Вернее будет Сказано Смирился А вот ситуация Для Налбандяна Становится Весьма скользкой 0-2 И по 30 В гейме Ой-ой-ой Налбандян Какую ошибку Делает Авгентинец Причем Безо всякого Намека На длительный Розыгрыш Сразу То ли Решил Обострить Ситуацию То ли Сорвался Мяч То ли Еще Не успел После подачи Подготовиться Нормально Встать В розыгрыш Ошибка Ну точнее Не ошибка А активность Она Всегда Поощряется Но Не точность Вот так Вот так Сыграл Лу И счет В гейме Для Налбандяна Более-менее Сравнялся Брейкпоинт Был у Лу Брейкпоинт Ну куда же ты Дорогой мой Больше А-20 Налбандяна Гель Налбандяна Гейм Налбандяна Нет Все правильно 3-2 Повел Коль Шребер Это был счет 3-1 И Сантеро Выиграл Гейм На своей подаче Сейчас 3-2 Мы Где 166 километров Скорость полета Мяча Это хорошая Скорость В женском теннисе Но насколько Четко направил Лу Этот мяч А насколько Мы сейчас посмотрим Нет Не направил И эйса Не получилось Налбандян Оказался Прозорлив Итак У нас с вами Что творится 2-1 Куда ты Ну зачем так спешить Ведь сам навязывает Длительные розыгрыши И попытка навязать Другую манеру игры Сам же на нее И натыкается Быстрый Такой выход К сетке Что ли Хотел организовать Или Или непонятно что 15-0 Решающий сет Напоминаю Решающий 2-1 Лу Ведет У Налбандяна На какую-то долю Отключился Лу От розыгрыша Забыл Что Налбандян Может перевести Мяч И перевести По линии Достаточно Остро Ну это как звоночек Как сигнал Тайваньскому Теннисисту Ну можно Можно было Дотянуться Легкий Пружинистый Где же этот вот Элемент Физической подготовки А Сейчас в повторе Видно как Ноги скользнули То есть Сначала Нужно Корпус Вернее Он корпусом Повалился А ноги-то Забыл Переставить Похоже Что Шел уже Линию Перекрывать 15-30 Ну здесь Ну здесь уже Не 160 Здесь видимо Скорость была Приличная Похоже на 190 Налбандян Вновь вынужден Тридцит Иногда Становится досадно Да Что вот так Старался Перед этим Эйсом Сыграл Теннисист И двойная Ошибка Третья Двойная При 9 Эйсах Ну вот Теперь шанс Появляется У Налбандяна На то Чтобы отыграть Потерянный На подаче Гейм И вроде Прием-то был Неплох Острый Прием А Двойной Ну вся Острота Видите Вылилась В то Что он По прямой Сыграл Прямо Под горячую Руку Сопернику Потому что Тайванец Не сплоховал 2-1 И больше Вот я вспоминаю Начало этой встречи Первый сет Где-то Мы показывали Отдельные фрагменты Из второго сета Периодически Уходили на другие матчи Но вот такая Картина Наблюдалась По началу Встречи Никак не мог Налбандян Приспособиться К приему Подачи Я еще тогда Посетовал Вроде бы Вроде бы Средние скорости Ничего тут Супер Сверх Естественного В этой Подаче Нет 175 Вот последний Раз Подавал С такой скоростью Но видимо Что-то придает Какое-то вращение Или может быть С другой стороны Попытка Или желание Налбандяна Сыграть активно На приеме Заставляют его Рисковать Заставляют его Идти на мяч Во всяком случае Во всяком случае Вот здесь В этом Последнем гейме Что мы с вами Посмотрели Ну я Минимум Два срыва На приеме Насчитал У Налбандяна Паскаль Паскаль Мария Просит По просьбе Дублирует Просьбу Налбандяна Давайте повтор Не может быть Чтобы такой мяч Может оказывается Быть И опять Налбандян Будет сейчас Говорить Да все Видели Что мяч Попал У вас Какой-то Не ястребиный А воробьиный Глаз Наверняка 0.15 Не везет Налбандяну С этими повторами И не везет Со свечой Жалко Мы не знаем Аргентинского языка Что там вылетело У Налбандяна Ну конечно Отчаяние Конечно На судьбу Жалуется Аргентинец Но почему Так не везет Потому что Играет В ту манеру Игры Которой Он уже Он уже Приучил Соперника Кстати 0.30 На подаче Налбандяна Абсолютно Беззубая Абсолютно Неактивная Подача Вот Пожалуйста Вам Яркий пример Что делает Теннисист Из Тайваня На приеме Второго мяча Спокойно Методично Развел Вправо Увел Из центра Корта Соперника И взял Розыгрыш Это 0.40 Называется Это Три брейкпоинта А Налбандян Соперника Может быть Даже И подзабыл Потому что Они один раз Нет Нет Сетка Была Сетка Там Переигрывается Этот розыгрыш Все в порядке Я что Имею ввиду В 2004 Году По теннисным Современным Стремительным Меркам Это уже Было давно Да и Вряд ли Помнит Налбандян Этот матч 2004 года На турнире В Пекине На Харде А турнир В Пекине Играется Если нам память С вами не изменяет В сентябре Месяце Налбандян Выиграл У Лу Выиграл В трех сетах Первый Проиграл На тайбрейке Затем 6-4 6-4 Где же Где же Где же Он играл Сейчас я Посмотрю Протоколы Ну Короче На одном Из Турниров Которые Предшествуют В Окленде Вот В Окленде На прошлой неделе И он Во втором Круг прошел Во втором Проиграл Никласу Альмагра Испанскому Теннисисту Здесь Первый Круг Первый Круг Сейчас я Вам скажу Кого Томас Белуччи Такой Редкий Бразилец С итальяно-французской Фамилии Томас Белуччи Соперник Лу Был в первом Круге 6-3 7-5 6-4 Прекрасно Без всяких Лишних Затрат Ну Кстати Налбандян Марко Жекеля Переиграл В первом Стартовом Матче Переиграл В четырех Сетах И вот Это 61 Место В рейтинге 65 По итогам Прошлого Года На подходе К тому Чтобы Одну Из Сенсаций Совершить На третий День Кстати Меня тут Спрашивали Какое Самое Примечательное Событие В играх Первых Двух Игровых Дней Вот что Там Наиболее Запомнившееся На этом Австралийском Чемпионате Я считаю Что Отсутствие Сенсации Громких Сенсаций Ну Нету Таких Вылетов Ну Кириленко Вылетала В первом Сете В первом Круге Но Она Какая Она Какая Это Была Там 29 Сеянная Допустим Обидно Но Ну Что Делать Маша Проиграла Сейчас Вам Точно Скажу 27 Ну Из Громких Посевов Радванска Вот Из десятки Кто Катя Бондаренко Проиграла В первом Круге Польская Теннисистка И еще По-моему Франческа Скьявоне Не выдержала Напряжение Первого Круга Она Шуайпень Проиграла Но Она 28 Сеянная Это Не те Громкие Победы Когда Скажем Вернее Поражение Сеянных Теннисистов Которые Вызывают Ажиотаж 5-1 5-1 5-1 Тайванец Лу Ведет 5-1 У Давида Налбандяна Вот Назревает Серьезное В мужском Теннисе Сейчас Я сходу Не припомню Быстренько Пробегу Сеточки Что у нас Насчет Того Ну Турсонов Проиграл В первом Круге В первом Круге Проиграл Чиппало Итальянец Флавио Чиппало Переиграл В четырех Сетах У мужчин Пожалуй И не видно Такого Вот Громкоговорящего Результата Все Сейны Прошли Дальше Из Верхней Части Турнирной Таблицы Шутлер Проиграл Тридцатый Сейный Дана Штурсунов Вот Две Потери А так В общем-то Особо Громких Из Десятки Во всяком Случай Пока Никого Не тронули Вот Родик Сегодня Еще Не Играл Они Кстати Следующими Должны Выйти На Корт Энди Родик И Ксавье Малис 30-0 Вторая Подача Неужели Как красиво Как здорово Неужели Налбандян Все-таки Не найдет Выхода Из этой Почти Безвыходной Ситуации 40-15 40-15 Сегодня Сегодня Вот Из Сейных Теннисистов Поль Андри Матью Выбыл В пяти Сетах Его Наказал Амер Делич Американский Теннисист Который Вообще В основную Сетку Попал По Жребию Лаки Лузер Лу Ведет В решающем Сете У Десятого Сейного Давида Налбандяна Пять Два И подает Лу Пятнадцать Ноль пятнадцать Вот Не пошел К сетке Хотя Действительно Не пошел Потому что Неподготовлена Еще была Ситуация И может Где-то В душе Мелькнула Мысль Ах Зря Не пошел А в этот Момент Надо играть В этот Момент Надо выполнять Удар А внимание Отвлечено На какие-то Внутренние Мысли По Пятнадцати Неужели Неужели Мы накануне Самой Громкой Сенсации У мужчин Я говорю Сегодня Вот Делич Переиграл Матье Урсунов В первом Круге Уступил И уступил В первом Круге Райнар Шутлер Пятнадцать Тридцать Тридцать Пятнадцать Походи По тридцати. Совершенно как-то не понять вообще, что творится в душе и чего хочет вообще сделать Давид Налбандян. А может быть что-то хочет, у него просто не получается. Потому что слишком велико напряжение. Слишком. На фоне того, что на прошлой неделе в Сиднее в финале 6-3, 6-7, 6-2, Налбандян выиграл у Яка Неуменина. Но никак он не ожидал, что так придется бездарно играть решающий сет. Но кто же так мог придумать и подумать? Десятый титул в своей карьере завоевал в Сиднее. Матчбол номер один. 40-30. 9 эйсов у Лу, напоминаю. Это момент опасный для Налбандяна. Подачу и прием подачи прошли. Пошел розыгрыш. Линия, линия. Кто там аут крикнул? Это кто-то из зрителей слабонервных. По-моему, вот сейчас представить себя на месте Налбандяна, когда твоя судьба решается. Решилась положительно. Пока, на некоторое время. На какое, сейчас мы с вами увидим. Сетбол отыгран. Ровно. Брейкпоинт у Налбандяна. У Налбандяна с брейкпоинтами, но он дружит. Это уже одиннадцатый брейкпоинт. Правда, у соперника 14 было. И у него в процентном отношении лучше. Дело обстоит. У Налбандяна из десяти предыдущих только лишь пять брейков. 50% коэффициента полезного действия. На вот этих ключевых розыгрышах. Подача сразу прорезалась. Ох, какой коварный. Вот как сосредоточился. Как умеет взять себя в руки. Тут действительно, тут не надо ничего выдумывать. Тут нужна добротная, хорошая подача. И все получилось у тайваньского теннисиста. Теннисиста. Тут, в общем, никакого особой мудрости-то не надо. Тут попроще, но понадежнее. Понадежнее. Так, наверное, он действовал. Вторая подача. Налбандян. Идет вперед. Пойдет на прием. Или у него уже несколько раз были срывы при попытке. Нет. Идет пытается. И не надо ничего делать. А вот это, конечно, подарок судьбы ей у Налбандяна. Четвертая двойная ошибка. И брейкпоинт. Айда Налбандян. Ну, судьба, она так, знаете, иногда поворачивалась к Налбандяну. Помните, как второй сет Давид выиграл? 7-5 он его выиграл, когда тайваньский теннисист прямо с носу сыграл стоя у сетки. С носу сыграл в сетку. Пробил мяч с лету, когда играл. Это был сетбол. Сейчас брейкпоинт. И шанс. Хотелось бы, чтобы был шанс, но пока надо подождать. И вновь, вот обратите внимание, вновь попытка. Но на приеме второго мяча это вполне оправданная. Правильно. Попытка сыграть прием по восходящему мячу. Сразу обострить игру. Хотя, с другой стороны, после этого, после обострения, когда играет Налбандян, потом он переводит игру вот в такое более-менее плавное ведение. Спокойный обмен ударами с ожиданием ошибки от соперника. И что тогда хочет Налбандян от этой игры? Нет, вот сейчас попал. Сейчас попал. Третий брейкпоинт в гейме. Третий шанс у Налбандяна. На волоске висит аргентинский теннисист. А мы с вами уже сетбол, уже матчбол был у тайваньского теннисиста. И мы с вами были в одном розыгрыше от самой громкой сенсации. Пока игроки, сеянные под десятым номером и выше, из основной сетки австралийского чемпионата не выбывали. У мужчин, у женщин есть. Радванска там вылетела в первом круге. Но это уже Эйшин никак не зацепил Налбандян. Нет, зацепил, но не то, не то, не то. Не то. Ровно. Замерли, замерли трибуны, успокоились. Действительно, ключевой момент. Вот этот восьмой гейм. И концовка восьмого гейма уже где-то 5-8 минут. Это точно продолжается. И держит в напряжении. Трик брейкпоинта у Налбандяна. Один матчбол теннисиста острова Тайвань. Молодец. Молодец, Налбандян. Это надо, конечно, больше, чем на 100% быть уверенным в себе. Ну и мастерство, имеющееся в активе аргентинца, способствовало этому. Куда? Вот, понимаете, как-то трудно воспринимается вот то, что сейчас сделал Налбандян. Он сам затевает эту игру, сам предлагает вариант вот этой тактической схемы и сам же наступает на эти грабли. И далеко не первый раз. Ровно. Ровно. Четвертый брейкпоинт мимо пролетел. Но это только для начала. Пять-два. Вот знаете, как еще сколько Налбандяну доставать по счету соперника предстоит? Сколько надо на это положить и потратить? Сможет или не сможет? Или... И вновь судьба поворачивается к Налбандяну. Пятый брейкпоинт. Но это уже много. Налбандяну. Москве! Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...